15 ноября. Дмитровский район Московской области. Последствия ледяного дождя 11 ноября. Больше всего пострадали деревья с неопавшей листвой. Такие как клен красный, серебристый, рассеченная форма клена серебристого, дуб красный, неопали лиственницы. Все это разломилось, подлежит спиливанию. Много сломанных ив, хотя некоторые из них прекрасно выдержали эти последствия. Как ни странно, хорошо держат форму береза плакучая, сорт Янги. Но больше всего пострадали колоновидные формы и особенно можжевельники. Туи, связанные изнутри, развалились на самой макушке. Выпали части веток, не попавшие под обвязку. Можжевельник Виргинский Скайрокет оказался лежавшим на земле. Был поднят с помощью металлической лесенки до того уровня, что позволила эта ледяная масса. Если обещанное потепление состоится и лед растает с хвойных и лиственных растений, их надо по максимуму связать. Разломились кусты гортензии метельчатой, которые не были связаны с огромными шапками цветов. Это еще раз говорит о том, что необходимо метельчатой гортензии обрезать и связывать на зиму. Печальное зрелище представляет вяз малый, который тоже не облетел совершенно и стоит с листвой обледеневшей. Некоторые ветки разломаны, отломаны, с огромными ранами. Сложно сказать, как он будет выглядеть летом. Посмотрим, что с ним можно будет сделать. Пока все печально выглядит. Все попытки оттрясти ледяные наросты с хвоинок не уменьшались успехом. привело только к обрыванию веточек. Поэтому по максимуму связаны, насколько это возможно. Поставлены все возможные опоры в виде пенопластовых кусков. Все, чтобы хотя бы форму смогли додержать до того момента, когда лед растает. подо все завалившиеся сосенки, елочки поставлены пенопластовые формы. Но только время покажет, насколько они пострадали. Может быть, все обойдется. еще одна сосна с опущенными вниз совершенно обледеневшими побегами. Совершенно невероятно смотрятся обледеневшие ветки деревьев, блестящие в лучах солнца. Но вся эта снежная красота при увеличении снежного покрова над ней может обломиться в любой момент. Поэтому ждем потепления и надеемся на лучшее. и надеемся